Физкульт привет! В эфире ННТВ очередной выпуск спортивно-аналитической программы Хитрик. Для тех, кто не в курсе, расскажу, что дословный перевод термина Хитрик означает трюк с шляпой. В частности, болельщики Нижегородского торпеда, думаю, прекрасно помнят и любят этот момент, когда на ледовую арену летят фирменные бейсболки, головные уборы. В том случае, если один игрок торпеда в течение матча забил три гола, то есть сделал Хитрик. По этому же принципу состоит и наша программа, которая состоит, как правило, из трех блоков. И сегодня мы начнем несколько нестандартно с новостей, а впереди нас ждут встречи с исполнительным директором Федерации мотоциклетного спорта Нижегородской области Александром Чернышевым, призером чемпионата ДСА в России по мотокроссу Максимом Бушевым, а также в гости к нам придет серебряный призер Всемирной зимней универсиады, которая прошла в итальянской провинции Трентино. То есть придет к нам в гости игрок женской сборной России по хоккею «Шайба», а также игрок второй команды «Скиф» Нижегородской команды «Эльвира Маркова». Ну, начнем, как я уже сказал, сегодня несколько нестандартно. Первый блок мы посвятим освещению спортивных событий, которые прошли в Нижегородской области буквально за последние несколько дней. Итак, новости. Ну, понятно, что наибольший интерес у нижегородских болельщиков вызвал вчерашний матч Нижегородского торпеда против Казанского Акбарса. Соскучились мы здесь по хоккею и напомню, что для автозаводцев этот матч стал последней домашней игрой в уходящем 2013 году. Ну, кто видел трансляцию игры или имел удовольствие лично присутствовать на трибунах Нагорного, ну, они стали свидетелями буквально голевой феерии. Десять шайб на двоих наколотили друг другу торпеда и Акбарс. К сожалению, большая часть этих как раз шайб влетела за спину нижегородских голкиперов. Именно голкиперов, потому что в течение матча Петерис Кудра дважды делал рокировку вратарей. Менял коваль, а потом ставил обратно в ворота. Ну, впрочем, все это лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, отличился дважды в этом матче экс-игрок торпеда Михаил Варнаков. Ну, вот спрашивается, Миш, ну вот зачем на 10-й минуте вот эта голевая передача? Ну и, конечно, под занавес второго периода. Ну, зачем? Ну, мог бы по старой дружбе и не находить брешь в латах Виталия Коваля. Забил-таки гол Михаил. Ну, ладно, давайте посмотрим все-таки, как все это было. Если сравнивать еще недавний матч между этими командами, который прошел в Казани, то Нижегородская встреча стала полной противоположностью той игры. Помните, как 9 декабря команда Валерия Белова буквально выцарапала победу со счетом 2-1? Так вот, в этот раз казанцы добились успеха практически без проблем. И во многом виной тому стали неуверенные действия голкиперов-автозаводцев. Уже на второй минуте диагональный бросок Дмитрия Обухова застал врасплох Виталия Коваля. К чести хозяев площадки, они в середине первого периода сравняли счет. Войтек Вольский выскочил на рандеву с Константином Барулиным и смог переиграть вратаря сборной России. 1-1. Но не прошло и минуты, как Акбарс снова вышел вперед. И в этом моменте свой вклад в результативный исход атаки внес экс-торпедовец Михаил Варнаков, которому засчитали передачу, после каковой отличился Илья Никулин. Виталий Коваль при перемещении несколько потерял ворота, что и позволило Шайбе сколыхнуть сетку. После второго гола Петерес Кудра отправил белорусского голкипера на скамейку. А в рамку встал Сергей Машковцев. Тем временем торпеда снова активизировалась и на 14-й минуте после пасса из-за ворот от Вячеслава Кулемина надежду болельщикам вернул Владимир Галузин. 2-2. Но гости в этот вечер никак не рассчитывали на паритет в счете. И в итоге за 12 секунд до первого перерыва Тим Стелтон забил, как говорится, в раздевалку. Получилось, что только за 20 минут самые непропускающие команды лиги наколотили друг другу ровно половину всех шайб, которые были в этом матче. Голевая феерия продолжилась на самой заре второго периода. Все тот же Стелтон с пятака на добивание увеличил отрыв Акбарса. Всего три минуты спустя гостям помог рикошет. Снаряд после броска Шона Хэшки ушел за спину Машковцева. С Кудра сразу взял тайм-аут, после которого в ворота вернулся остывший Коваль. А автозаводцы бросились в атаку, на финише которой был точный бросок Михаила Григорьева от синей линии. 3-5. В третьем периоде игра стала более вязкой. Акбарс пошел на откровенное удержание счета. Тем не менее, команды успели обменяться голами. В середине заключительной 20-ти минутки все тот же Михаил Варнаков с передачи все того же Тима Стелтона пробил бывшего одноклубника. Торпеда же успела огрызнуться лишь за 2,5 минуты до финальной сирены. Четвертый гол в ворота Барулина забил Павел Лукин. 4-6. Поражение автозаводцев, но по-прежнему пятая строчка Восточной конференции. Уже завтра, 27 декабря, Торпеда предстоит предпоследний матч в этом году. На выезде предстоит скрестить клюшки с Донецким Донбассом. Телерадиокомпания ННТВ завтра в пятницу покажет этот матч в прямом эфире. Начало трансляции в 21 час 30 минут. Кстати, обращаю ваше внимание, что традиционные пятничные объективно итоги недели, которые выходят в 21 час 30 минут, в этот раз в пользу хоккея выйдут в 19 часов 30 минут. Ну а трансляция хоккея, как я сказал, в полдесятого. Ну и сейчас продолжение как раз темы льда. Накануне на площадке Фока-Мещерский прошел несколько нестандартный мастер-класс по умению стоять на коньках. Все дело в том, что как раз на этих самых коньках предстоило научиться стоять после головокружительных прыжков, падений, каких-то пируэтов. Все это называется подготовка к чемпионату мира по скоростному спуску на коньках. Крашт Айс. Так называется это действо. Это лишь малая талика того, через что придется пройти участникам чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Зимой 2014 года в Москве пройдет один из этапов этих головокружительных соревнований. Но прежде необходимо пройти всероссийский отбор, чтобы представлять нашу страну на мировом турне. Именно к этому сейчас готовится и несколько нижегородцев. Специально для таких смельчаков на ледовой площадке Фока-Мещерский прошел мастер-класс, на котором участник мирового тура 2012 года, нижегородец Игорь Васенев, поделился опытом своего участия в подобных соревнованиях. Хотя свой первый спуск на ледяной трассе он, мягко говоря, даже не помнит. Это был вау, потому что самый первый склон был, сразу же трамплин, огромный трамплин, высотой больше 10 метров. Я прыгнул, удачно приземлился, мне повезло. И сразу поехал на следующий участок. И первый склон для меня прошел как миг. Я практически ничего не запомнил. Запомнил только то, что доехал до конца. Большинство нижегородцев, которые решили проверить свои силы на ледяном спуске, имеют большой опыт владения коньковой техникой. Практически все они играют в чемпионате Нижегородской любительской хоккейной лиги. Перуэты на льду и контактная борьба для них, что семечки. Но есть среди них и засланный казачок Сергей Киселев. А вот и интересно-то в том, что я не играю в хоккей, я даже не держу клюшку. Я просто тренируюсь с ребятами из шортрека. И это, я считаю, неплохой опыт, потому что как они бегают, и сама поставленная система тренировочная, она мне подходит. Одним из организаторов этого мастер-класса выступила Нижегородская любительская хоккейная лига. Она делегирует своих представителей на чемпионат мира. Но в первую очередь в ЛХЛ от подготовки к скоростным спускам ждут улучшения игры хоккеистов на ледовых площадках. Данное мероприятие, наверное, сами видели, что в принципе является отличной тренировкой для всех хоккеистов, в том числе и любителей, чтобы потом лучше держаться на коньках и участвовать в наших соревнованиях. Вполне возможно, что уже 8 марта мы сможем увидеть нижегородцев среди участников одного из этапов чемпионата мира по скоростному спуску на коньках, который пройдет в Москве. Но пока тренировки, тренировки и еще раз тренировки. На Новый год синоптики дают неутешительный прогноз. Вполне возможно, что мы вообще останемся без снега. И, наверное, сейчас самое время как раз бежать в ЖД, в авиакассы и срочно покупать билеты, если они, конечно, остались. И ехать, лететь, бежать туда, где есть снег. Ну что за Новый год, что за зима без снега. Но вот кому действительно снега не хватает, те нашли в себе силы, время и средства, чтобы принять участие в удивительном контесте. Сотни и сотни любителей бега на лыжах приехали в Екатеринбург, чтобы поучаствовать в мероприятии, которое называлось «Дикая лыжня». Ну именно, практически по дикой местности путешествовали сотни и сотни лыжников, в том числе и нижегородцы. И получилось так, что посчастливилось там побывать и нашему корреспонденту Антону Ганину. И вот он как раз с Екатеринбурга привез вполне приличный сюжет. Это как раз тот случай, когда лыжные гонки превращаются в экстремальный вид спорта. Трассу длиной в 10 километров с различными кочками и резкими поворотами нужно пройти на время, когда на улице минус 25. Впрочем, участники неиспугливых. Некоторые преодолели тысячи километров, чтобы заявить о себе. На старте 300 лыжников из окрестностей Екатеринбурга переменять умение Челябинска с Санкт-Петербургой и, конечно, Нижнего. Помимо профессиональных спортсменов, на лыжи встали и любители. Среди них, кстати, боксеры, шахматисты, в общем, те, кто с лыжами пока новы. Первоначально в Екатеринбург из Нижнего собирались несколько участников, но на старт вышла только Юлия Шурыгина. Она решила совместить приятное с полезным. На Урал приехала по работе, а когда узнала о дикой лыжне, и спортивный инвентарь с собой прихватила. Я решила, что я должна принять участие в этих соревнованиях. Вообще, я очень люблю беговые лыжи, вообще, очень люблю бегать летом. А зимой, это, мне кажется, прекрасная замена бегу, поэтому я сегодня здесь. Трассу готовят профессионалы. Технический директор гонки, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине Иван Алыпов. Он лично проверяет проделанную работу. Я просто рассказывал, где нужно поставить какую разметку, где лучше, как лучше сделать поворот. То есть, я не занимался созданием этой трассы, но, естественно, я проехал по ней. Максимально усложнил? Ну, нет, наоборот, наверное, наоборот, все-таки, скажем, я старался сделать ее чуточку легче, потому что понимал, что есть все-таки менее подготовленные люди, чем я, и им будет, на самом деле, очень тяжело. Не пропускает именитый спортсмен и масс-старт. Старт, правда, вне зачета, иначе теряется смысл соревнований. Понятно, что для экс-члена сборной страны это простая разминка. На финиш приходит шестым, показав неплохое время. На вопрос, почему не первый, говорит, мотивация подкачала. Сложно заставить себя работать, заставить себя бороться и побеждать, если ты знаешь, что ты просто так участник, да, просто так человек, который не борется за... Все равно в любом случае не станет первым по факту, по результату, да, и сегодня было достаточно холодно, я пожалел себя, я оделся более, так скажем, более тепло, чем этого требовала, на самом деле, гонка. Зато у остальных мотивация зашкаливает, бегут, что есть мочи. Правда, основная интрига разворачивается опять же среди профи. Впрочем, своего спортивного прошлого никто и не скрывал. Лучшая в женском зачете, ее время 33 минуты, Ирина Шуплицова, мастер спорта международного класса с почти 30-летним опытом. Но даже она отмечает, пройти трассу было нелегко. Сразу со старта был очень крутой подъем. Я еще в жизни такой подъем вообще ни разу нигде не забегала в своей карьере. Повороты были очень крутые, нужно было очень хорошо стоять на спусках. И подъемы не слабые, трасса была очень тяжелая. Я вообще шла в гордом одиночестве, там группа мужчин впереди бежали, я получилась вообще одна, мне никто не мешал, я спокойно катилась. Лучший среди мужчин, мастер спорта по лыжным гонкам, Александр Сарвачев пробежал дистанцию до 29 минут с небольшим. Возможно, несправедливо, что все медали достались профи, но это первый опыт проведения подобных соревнований в России. Возможно, не все учили. А пока есть время набрать форму до следующей гонки. Она состоится через год, правда, место проведения еще неизвестно. Ну и завершение нашего новостного выпуска уже не новости, а скорее анонс. Завтра, в пятницу, 27 декабря, в 18 часов 30 минут, на искусственном льду стадиона Трут пройдет очередной матч чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги. Нижегородский старт будет принимать новосибирский СИП Сильмаш. Напомню, в этом сезоне дела у команды Алексея Дьякова идут, ну, мягко говоря, не очень. Были проблемы, они, по-моему, еще остаются. Финансово очень серьезное. Но самое главное, старт никак не может нащупать свою игру. Напомню, что в 10 уже отыгранных матчах старт одержал всего 2 победы. На выезде со счетом 5-4 был обыгран Уральский Трубник и 5-3 пала под натиском нижегородцев Кировская Родина. Ну, до Нового года, кроме матча против СИП Сильмаша, старт успеет провести еще одну домашнюю игру. 29 декабря принимаем Кемеровский Кузбасс. Ну, а в Хитрике сейчас небольшой перерыв, сразу после которого во втором периоде программы поговорим о мотоспорте. Точнее сказать конкретно о мотокроссе. И к нам в гости придет серебряный призер уже позже Всемирной зимней универсиады, напоминаю. Так что не переключайтесь. Возвращаемся в студию и во втором периоде Хитрика мы поговорим о мотоциклетном спорте и о мотокроссе в частности. У нас в гостях исполнительный директор мотоциклетной федерации Нижегородской области Александр Чернышов. Здравствуйте, Александр Михайлович. И призер чемпионата ДСАФ России по мотокроссу Максим Бушев. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Начну сразу с извинений. Ну вот каюсь. К сожалению, мало внимания спортивные журналисты, в частности я, уделяем как раз вот именно вашему виду спорта. И я могу и ошибаться, но вот как раз мотокросс, мотоспорт в Нижегородской области не такое частое явление. Или я все-таки могу ошибаться, в прошлом году, вернее в этом году, в 2013, по сути, не существовала Федерация мотоциклетного спорта Нижегородской области. Но сейчас, Александр Михайлович, я так понимаю, можно смело, флаги в руки, Федерация появилась. Да, но по сути дела Федерация была, она просто в прошлом году была не аккредитована. И мы добились того, чтобы Министерство молодежной политики и спорта Российской Федерации аккредитовало, сейчас аккредитовало Нижегородскую область. Поэтому сейчас мы являемся полноправными членами, скажем так, со всеми вытекающими правами и обстоятельствами. И, наверное, и обязанностями. И обязанностями, конечно, тоже. Ну, я думаю, эта работа все равно нужна, мотокросс надо развивать. И не могу не обратить внимания на кубки, которые вы с собой принесли. Максим, это, наверное, больше вопрос вам. Насколько я знаю, вы стали призером как раз чемпионата ДОСААФ России по мотокроссу по итогам сезона. Сребренный. Да, ну, в общем, вот как раз расскажите, что это было, что за гонки. Много их было, немного. Кем вы там стали? Ну, сезон начался сначала со сборов с Краснодарского края, с Анапы, тренировочные сборы. Потом был первый этап в Коврове. Там, так скажем, неудачно выступили немножко. Но Воронеж был, Магнитогорск, Смоленск, Краснодар. То есть, этапов много по всей стране. И по сумме очков получил второе место серебряный призер чемпионата России. Шел к этому с детства, с четырех лет. Поэтому, считаю, что сам для себя это успехом. Ну, лично для вас это вот впервые, да, вот столь высокий результат? Да, 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 впервые. Не секрет, сколько лет вам сейчас? 26. А, то есть вы почти 20 лет к этому шли? Да. В пять лет на мотоцикле уже сидели? Да, ну вот как раз, кстати, к мотоциклу, ведь весьма это опасный, считается травмоопасный вид спорта. Я сделал небольшую видеоподборку, как раз не стал специально брать серьезных каких-то там падений, травм, а вот именно, ну, скажем так, мото-казусов. Так все-таки, действительно, это вот насколько опасный вид спорта? Не знаю, кто из вас больше вопросов ответит. Ну, не такой уж он опасный, конечно, это самое. Ну, как, там летают мотоциклы, все упало. Ну, пять типичных препятствий на трассе всего и пять типичных умений, которым должен обладать мото-красмен для того, чтобы преодолевать эти препятствия. Ну, и при соответствующей подготовке, если спортсмен, там, готов технически, физически, функционально, то травмы сводятся к минимуму. Да, Максим, а вот как раз то, что на видео сейчас есть вот эти незначительные падения, они все сразу ставят крест на призовом месте в данной гонке? Или все-таки можно договорить? Ну, нет, конечно, это так же, как в любом виде спорта, нужно подходить, во-первых, серьезно, быть физически готовым, морально и восстанавливаться после любой травмы, может, любой гонщик. Было бы желание, были бы способности, возможности и так далее. Стоя Михайлович, а вот вы сказали пять препятствий. Это что за основные пять препятствий? Ну, трамплины, я понимаю, да? Ну, подъемы, спуски, повороты, прыжки и различного рода колеи, неровности. Ну, к тому же, к концу гонки трасса разбивается вообще при неразноваемости. А то, что вот забрызгивает очки, грязью этой всей? Ну, есть специальные отрывники, есть пленки специальные, то есть сейчас дело в 21 веке, все усовершенствовано настолько, что как Формул-1, есть все. Да, вот как раз 21 век, вот сейчас, если есть деньги, достаточно купить подготовленный мотоцикл, насколько я знаю, цена начинается от 300 тысяч, то есть не такие фантастические деньги. Купить суперяркую какую-нибудь салатовую амуницию, да, и все, и ты гонщик? Ну, нет. Этому еще, чтобы стать настоящим спортсменом, нужно многому учиться. Вот где-то 10 лет люди идут к тому, чтобы выполнить норматив мастер-спорт. Вот, кстати, я хочу его как раз вручить, ему значок, кандидат мастера спорта. Кандидат мастера спорта. Да, он и зачетную книжку выполнил в этом году, ну, если бы у него был кандидат, то он в этом году мог бы выполнить мастер, но, тем не менее, вот такой вот промежуток времени. Хороший подарок как раз перед Новым годом. Спасибо. Ну, вот все-таки вернемся к разговору, что есть люди, которые покупают мотоциклы, амуницию, и вот как вы их, покатушники их называете? Ну, скажем... Как относитесь к ним? Скажем так, начинающие. Ну, дело в том, что мы-то относимся положительно, потому что все с этого начинали, все с этого шли. Раньше были у нас очень много секций, клубов досавских, это потому что военно-технический прикладной вид спорта, скажем так. Потом как-то досав махнул рукой на этот вид спорта, и мы старались выживать сами. Тяжелый период, ну, и сейчас, в общем, довольно-таки тяжело идем к этим результатам. Но, тем не менее, как говорится, мотоспорт в Нижегородской области жив, он развивается. Можно сказать, что у него открылось второе дыхание, вот сейчас опять все официально у нас есть, федерация, все... В общем-то, да, скажем так, второй период такой, скажем, пошел. И мы бы хотели, чтобы властные структуры на нас обратили внимание, на этот вид спорта. Очень красивый, очень зрелищный, яркий. Зрелищный, согласен. В Америке собирают такие громадные трибуны и аудитории. Там больше мотофристайл популярен, когда летают мотоциклы сальто. Нет, и мотофристайл это одно. Именно мотокросс и суперкросс. Суперкросс. Суперкросс проходит 16 этапов чемпионата Америки. Это захватывающее зрелище. Смотришь даже по телевизору и не можешь отойти даже. Там все идет без рекламы, но очень здорово. Ну вот, Максим, вы сказали, что готовились к сезону за пределами Нижегородской области. Но ведь у нас, я насколько знаю, есть трассы там в Арзамасе, в Сейме, вот Кузнечиха, пожалуйста, в Нижнем Новгороде. На Бару есть трасса. Но ведь их официально не существует? Да, на них нет никаких официальных документов. По правилам проведения соревнований мы должны получить лицензию от Моциклетной Федерации России, чтобы проводить хотя бы минимум чемпионат области. И мы все это делаем, так скажем, незаконно. Да яй-яй. Вот сейчас поэтому хотим обратиться к губернатору Нижегородской области, чтобы он дал соответствующие распоряжения. Нам узаконили эти трассы. Это зависит от губернатора? Ну, по всей вероятности, да, потому что Валерий Павлович у нас самое главное действующее лицо. Ну, согласен, но, знаете, это в России всегда так было, что, ой, царь, он все решит. А неужели тут губернатора и к этому привлекать? Неужели самим с этим не разобраться? Ну, пока нам, в общем-то, не удается это сделать. Ну, к счастью, у нас самый спортивный губернатор. Я надеюсь, что он нам поможет. А, Максим, и вот опять все равно к вашему участию в чемпионате ДСААФ столько этапов, столько поездили. Министерство выделяет всего 50 тысяч, да, в год, насколько я знаю, на этот вид спорта у нас. За свои средства все? Ну, половины, да, но огромная благодарность хочу выразить ДСААФу. То есть за столько времени ДСААФ выделил немалые средства. То есть благодаря ей мы тоже поездили, много этапов поехали. В этом году, да. Как никогда мы сами были удивлены. Ну, и поэтому, в общем-то, определенный результат привезли. Я говорю, профинансируйте. Не такие уж большие деньги, там где-то около 150 тысяч рублей. Это действительно не самое большое. Да, на команду. Ну, тем не менее, вот и командой мы заняли первое место. И в личном зачете у нас, вот Максим, второе место, Попов, третье место занял. В юниорах выиграл у нас Евгений Хорев, он же и в мужчинах был вторым, и в юношах вторым был Михаил Царев. А сколько я знаю, давно у нас вот таких результатов-то не было у команды Нижегородской области? Да. В общем-то, это один из самых, скажем так, ярких результатов. Ну, надеюсь, это действительно такой большой шаг как раз к новому развитию мотоспорта. Ну, приближается Новый год. Чем порадуете в наступающем 2014 году? Какие соревнования, когда, где, куда мне камеру брать, хватать, бежать, снимать? Ну, у нас закончился вот сезон 2013 года. Я хочу, пользуясь случаем всех спортивных болельщиков, поздравить с наступающим 2014 годом, олимпийским годом, олимпийцам, конечно, олимпийских медалей, ну и всем остальным хороших спортивных результатов. У нас начинается открытие зимнего сезона 12-го числа в Володарске. 12 января. 12 января, да. Первый этап зимнего чемпионата области. Приглашаем всех любителей мотоспорта на первый этап, ну и вас, конечно. Обязательно подъедем. А это будет открытый чемпионат? Да, открытый, с приглашением других спортсменов в других областях. И планируется, в общем-то, более 100 спортсменов. Уже сейчас звонят, присылают заявки. И, я думаю, хорошие соревнования будут. Ну, и, надеюсь, наши нижегородские гонщики не позволят гостям все-таки завоевать все медали. Тренируемся? Готовимся, готовимся. Готовимся. Ну, где сейчас тренируетесь? Сейчас тренируемся в основном в спортзалы, бассейны и так далее. Поэтому... А зачем мотоциклисту спортзал, бассейн? На гашетку нажал и поехал? Это физическая подготовка. Самая-самая, что ни на есть, неотъемлемая часть. Мотоциклы, конечно, тоже. Но если ты физически не будешь готов, то можешь даже не садиться. Вот так же, возвращаясь к новичкам, да? Они покупают мотоцикл, форму садятся, но даже не представляют себе, что это такое. А это очень тяжелый труд. Очень. Это физически тяжело. А что там тяжело? Вот приедешь и едешь. Около трех тысяч. Вы приедете, попробуйте. Да. Соревнования вам дадим, прогодится. Приеду, попробую. Около трех тысяч раз гонщик встает и садится на сиденье. Не просто сидит. Полная нагрузка мышц. Постоянная. Шея, спина, ноги, руки. Это только на первый взгляд. Кажется, что это очень легко и просто. Работа максимальной интенсивности. Ну вот визуально, когда смотришь по картинке именно мотокросс, ну кажется, что вот там трамплины, все там взлетают, летят и кажется, чем выше, дальше прыгнешь, тем больше шансов выиграть. Или хитрые штуки, где-то не надо прыгать лучше. Нет, сейчас наоборот. Сейчас поколение 21 века, это у нас такое заломы называется. А, ну летишь и... Да, да, да. Чтобы, да, скрабить. Не высоко взлетать. Нужно прыгнуть, потому что ты теряешь там 2-3 секунды в прыжке, если лететь высоко. А если мотоцикл заломать в воздухе, то уменьшается количество времени в воздухе и... То есть он меньше пролетит просто-напросто? Да, да. Нет, пролетит он... Так же, но не высоко. Не зависнет, скажем так. Ну а вот все-таки такая дисциплина, как мотофристайл. Получилось, что я лично наблюдал за этим видом спорта, за чемпионатом мира. Ну здорово. Не хотели попробовать себя, Максим, в этом виде спорта? Ну на данный момент нет, потому что это настолько у нас не развито в стране. Сейчас есть только у нас один, единственный, так скажем, Колесников, наверное, самый известный в стране спортсмен. Ну ладно, забудем про мотофристайл. Вам удачи исключительно пока на мотокроссовых трассах. Спасибо. 12 января увидимся. Огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Спасибо вам. Спасибо. Уступающего Нового года. Ну а с нашими телезрителями мы увидимся буквально через пару минут. Не рекомендую переключаться, потому что разговор пойдет о женском хоккей-шайбе. И в частности к нам в гости придет призерка, серебряная призерка всемирной зимней универсиады по хоккею с шайбой среди женских команд. Так что не переключайтесь. Скоро увидимся. На канале ННТВ продолжается хит-трик и даем старт к началу третьего периода. Музыка, фанфары, барабаны. Ведь повод для вселенской радости есть весьма впечатляющий. Для тех, кто не в курсе, напомню, что в минувшие выходные в итальянской провинции Трентино закончилась всемирная зимняя универсиада. И там сборная России в медальном зачете оставила далеко позади всех соперников. Россияне завоевали 15 золотых, 16 серебряных и 19 бронзовых медалей. Всего 50 наград. Так вот, как раз в медальном зачете сборная России опередила ближайшего преследователя, команду Южной Кореи, на 26 медалей. Ну, свой вклад в победную копилку внесла и женская сборная по хоккею с шайбой. От Нижнего Новгорода, от команды «Скиф» там выступили сразу несколько игроков. Это Елена Силина, Светлана Литвинцева, Надежда Ширяева и Мария Белова. Но это не полный список. И я с удовольствием представляю нашего очередного гостя. Игрок второй команды «Скиф» и студенческой национальной сборной России. Эльвира Маркова. Ну, добрый вечер. Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я должен напомнить, что наши девушки, я так понимаю, впервые в истории завоевали именно серебро универсиады. Правильно? Да. Да. Ну, о финале с канадками мы поговорим чуть позже. А для начала хотелось бы просто об этом пути, как к финалу дошли, с кем играли, кому проиграли, у кого выиграли. Ну, мы встречались с шестью командами. Это Япония, Америка, Канада. Более сильные команды. И Великобритания, Испания, конечно, уровень не такой высокий. Но в любом случае на все игры мы настраивались одинаково, потому что нельзя никого списывать со счетов. Первые две встречи у нас были с Америкой, Канадой. К сожалению, не закончили с поражением. Вот как. Но, может быть, они нам даже и помогли настроиться, как минимум, на полуфинальный матч, который был с Америкой, и он закончился в нашу пользу. С каким счетом? Мы сыграли 3-2. Прямо в основное время успели? Выиграли по булитам. Да, ну это замечательно. И, кстати, вот, Эльвира, вы же тоже внесли свой голевой вклад в копилку нашей женской студенческой сборной. Два гола на вашем счету, да? Да, совершенно верно. В каких матчах? Как раз вот американкам? С Америкой, когда мы их выиграли, и с Испанией. Но с Испанией не такой значительный гол был. Ну, Америке. Там не победный был, нет? Нет. Нет. Но почему? Ну, кто-то спросит, почему так мало, почему две шайбы всего? Ну, потому что команда достаточно сильная, и было очень сложно играть. Мы, на самом деле, устали как физически, так и эмоционально, но мы этого не показывали, боролись, бились до конца. Американки тоже не хотели отдавать свой шанс в игре за золото. Когда вы выйдете за первое место на матч? Да. Ну, в общем-то, игра всегда показала, кто сильнее. Да, но все равно представители как раз именно североамериканского хоккея в финале встречались с канадками. Ну, серебро, я еще раз говорю, это действительно здорово. Впервые в истории мы завоевали. Но счет вот этого финального матча, много вопросов возникает. 0-5 Россия уступила. Как так случилось-то? Да. Ну, команда, действительно, Канады намного сильнее нас, потому что, я так думаю, что в Канаде больше внимания уделяют женскому хоккею, нежели чем у нас. Но мы, на самом деле, старались, бились канадки. Ну, можно сказать, что не повезло в данном случае? Или нет? Все-таки Канады действительно вот намного на голову сильнее нас. Ну, я думаю, что на полголовы. На полголовы. Ну, тем не менее, как раз вы сказали, что в Канаде больше внимания уделяется женскому хоккею. Ну, а у нас что? Совсем сами по себе неужели? Нет. Я бы сказала, что он как раз так и развивается. Просто на данный момент начинают только подходить молодые девочки. И я думаю, что через несколько лет мы уже составим приличную конкуренцию североамериканским командам. Ну, дай бог. Вот как раз вот Скиф, вторая команда Скиф, насколько я знаю, она практически полностью сформирована из девчонок из-за Волжья, да? Да. Да. То есть там появилась сильная школа, значит. И она не единственная в области, если я не ошибаюсь. Нет, не единственная. У нас есть помимо второго Скифа еще третий Скиф, где девочки совсем маленькие. И я думаю, что они подтянутся к первому не так долго еще. Ну, я на некоторых турнирах, да, наблюдал, когда на площадку выезжают коньки, из них уже шлем торчит, и клюшка в три раза выше. Ну, тем не менее, есть такие смелые родители, которые отдают своих дочерей в хоккей, а ведь считается, что в хоккей играют настоящие мужчины. Много разговоров идет, ну, скажем так, о нужности этого вида спорта, конкретно женского хоккея. Но, тем не менее, он имеет место быть, он есть, но, на ваш взгляд, скажем так, изнутри. В чем прелесть как раз женского хоккея? Объясните вот этим незнайкам. Ну, я считаю, что этот вид спорта достаточно перспективный. Если кто-то идет ради здоровья и думает, что, возможно, я когда-нибудь попаду на те же Олимпийские игры, то здесь действительно все это возможно. Если ты готов работать, то добро пожаловать, и я думаю, что твоя мечта может сбыться. Тем не менее, лично видел на матчах чемпионата России среди женских команд, вот в элитном дивизионе, до драк доходит. Ну, это эмоции, конечно, бывает всякое, но мы стараемся играть аккуратно, в любом случае, мы же девочки. Девочки, я обратил внимание, у некоторых розовые клюшечки даже. Да, ну вот, опять же, разговаривали о Олимпиаде, вот впереди Олимпийский 2014 год. Ну, насколько я понимаю, вы-то не попали в национальный сбор, не попадете? Да. Ну, дай бог, там через 4 года еще будет, но вот представители Скифа, там несколько девчонок проходят. В чем вот преимущество нашей подготовки наших девчонок, именно скифовских? Потому что в этом сезоне в чемпионате и Торнадо, вот главного конкурента, обгоняем и, скорее всего, выйдем на первое место, ну, заявляем первое место. В чем особенность подготовки вот у нас в Скифе? Мы в этом сезоне собрались очень рано, то есть мы знали, что нам нужно готовиться, что мы будем бороться за первое место прежде всего. Это вы про Скиф основную команду говорите? Да. Ну, я проходила предсезонные сборы вот с основной командой. Ну, а в чем вот отличие подготовки девушек-хоккеисток от юношей-мужчин-хоккеисток? Вас там жалеют, не напрягают очень сильно? Я считаю, что ничем не отличается. Хотя многие считают, что ну вы же девочки, как вы там можете работать? Я так считаю, ну вы же девочки. Нет, мы работаем точно так же, не покладая рук, и могу сказать больше, что все эти мозоли, синяки, это все как у мужчин, ровным счетом. Если ты хочешь чего-то добиться, то тебе придется работать, возможно, работать даже больше, чем ребятам. Ну, у вас есть сама цель на Олимпиаду попасть? То есть вы ради этого только занимаетесь, играете? Ну, вообще, как бы это мое любимое дело, прежде всего. Ну, и, конечно, Олимпийские игры, я считаю, что, точнее, не считаю, думаю, что через 4 года я там окажусь. Ну, я в этом даже не сомневаюсь. А вот сейчас о предстоящих Олимпийских играх, а вот, допустим, универсиада показала, что действительно в Канаде намного сильнее уровень женского хоккея. Но прогноз дело неблагодарное, но вот на предстоящей Олимпиаде в Сочи с кем, в первую очередь, придется нам, нашим девчонкам, пободаться? Опять же, североамериканцы. Ну, вообще нельзя, как бы, никого списывать со счетов. То есть хоккей – игра непредсказуемая. Сегодня ты можешь проиграть Германию и завтра выиграть Канаду. Поэтому, как бы, нужно настраиваться на все команды абсолютно одинаково. Я думаю, что будут интересны в этом году Олимпийские игры. Сами туда не собираетесь? Ну, как зритель? Нет. Не получается? Ну, и перерыв, все равно в чемпионате будет перерыв. Ну, мы будем готовиться, у нас же сезон в самом разгаре. Ну, логично. Вот как раз о сезоне, вот в чемпионате, сейчас в элитном как раз дивизионе, вы выступаете в составе второй команды «Скиф». Ну, чего греха таить, в отличие от основной команды, вы не можете похвастаться особыми успехами. Девятое место из 11 команд. Так может, оно того не стоит только терпеть поражение в чемпионате, может, где-нибудь пониже в лиге поиграть? Конечно, стоит, потому что, прежде всего, это для опыта, для своего опыта, потому что ты здесь не отсиживаешься на скамейке, а ты играешь, постоянно играешь, и инициатива вся на тебе, и тебе хочешь, не хочешь, но приходится добавлять. И я думаю, что в связи с этим в первой команде уже можно будет занимать какие-то более высшие места. Ну, я верю в то, что все равно Нижегородская, как раз школа «Скиф» женского хоккея, самая сильная в России. И, Львира, вам огромное спасибо, что нашли время. Дай бог, серебро – это не последнее, будет и золото, и самое главное – олимпийское. Вас с наступающим Новым годом, спасибо. Спасибо. Ну, а я тоже прощаюсь с вами до следующего года. Ближайшая программа «Хитрик» выйдет только уже в олимпийском 2014 году. Всего вам доброго, самое главное – здоровья, счастья, успехов и дружите со спортом. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok